Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Мы с тобой говорили и остановились на искренности, открытости и любви И вот мы говорим простые слова И вот только вдумайся, если искренность, открытость и любовь сделать национальной идеей Только вдуматься Это безумие, вот сразу сказать Ну, девки, у вас кукуха в теплых краях Но она у нас давно в теплых краях на самом деле Тут под крышей достаточно душно Но сейчас не об этом речь Давай возьмем идеи, которые двигали народ, общество в последнее время Ну, последние идеи возьмем Идея капитализма Идея социализма Идея еще какого-нибудь изма Это идеи бездушные, которые двигали в какое-то светлое будущее Которое где-то непонятно и каким оно будет Оно материальное обязательно Оно финансовое обязательно Оно, оно, оно И оно рассыпалось И при этом эти идеи, они еще разрастались какими-то фантазийными придумками Которые до сих пор, вот когда ты начинаешь углубляться Ты сразу видишь подмена, 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 подмена И они сложные идеи Если мы берем идею искренности, открытости и любви Она примитивно проста Ее невозможно переврать Но она настолько проста и настолько прозрачна Что как это ее осязать Я же априори искренен Я же априори чист Я же априори люблю Нет Это муть Это муть Это муть в роднике Давно родниковая вода стала мутью А ты это фильтруй, сделай родниковую воду И как только общество начнет двигаться Вот исходя из этого Если такая идея у людей возникнет То это возвращение к себе Возвращение к семьям, само собой, разумеется К естественному воспитанию Где есть разум Где, где, где Где есть благодарность Где есть любовь Где есть, где уходят подмены Где есть открытый диалог Который сразу убирает половину проблем Если ты начинаешь человеком говорить Искренне и по делу И понимаешь, это совсем другое общество Если наше общество Хотя бы на секундочку станет искренним То есть вот эти вот пустоты, раздутые эго Я важная Я не могу подписать эту бумагу Я придумаю там кучу заседаний Профилактик и обсуждений А почему ты не можешь подписать эту бумагу? Иначе эго будет неудовлетворено Слышишь, а вокруг тебя пляшут, чтобы удовлетворить твое эго? Танцы с бубном Это нормально? У тебя вообще мозг есть? Да, у тебя вообще как с головой Или себе уже давно в психушечку пора То есть я когда смотрю Вот на такие проявления людей Яркие, открытые Безумные Вообще безумные То, что творится, это безумие То, ты знаешь Вот эти вот чертячие пляски артистов Когда они Прицепляют себе петухов И готовы выступать кем угодно Чтобы привлечь к себе внимание Рассказывать Вот сегодня ролик пришел Нормальная женщина рассказывает Какая она, сука Ну, слушайте У тебя вообще мозги есть или нет? Она таким образом привлекает к себе внимание Она этим, знаешь, гордецам Бравирует Сдувается Это такое изражение Но это все на пустоте Это все на пустоте и на обмане Ты убираешь пустоту и обман И оказывается, что жизнь становится другой Если убрать у этого человека И пустоту, и обман То человека нет Человека, на самом деле, нет Там пусто Да Там никого нет дома Там давно нет Там вот эта чистота Она просто исчезла И ничего Все вынесено наружу И ты знаешь Тогда ведь будет и экономика другой Конечно Если брать экономику Ты знаешь И, кстати, легче всего Вот этот вот переход к такой идее Он возможен И вообще возможен К искренности Он возможен только в Беларуси На самом деле Он бы возможен был бы еще в Украине И в России Если бы Но уже поздно Да, уже поздно Уже точно Сейчас есть только одна точка Где он возможен Это здесь Потому что здесь есть еще свет разума Да Но смотри Если начинается распространение этой идеи У нас же Если по-честному брать производство У нас честно работает производство Честно работает сельское хозяйство Люди стараются Честно работают Стараются, да И экономика подсчитывает все честно Сравни с американской моделью Илон Маск в один день потерял 17 миллиардов А потом приобрел 20 А потом снова потерял И вот эти все переоценочные мыльные пузыри пустые Надутые Тогда же возьми их конституцию Я ее не знаю Но я слышала просто Сколько там пунктов Там обязательства, да А пунктов, которых ты можешь Это обязательство пропустить То есть не выполнить Их на сколько там, я не знаю, в сотню раз больше Чем этих обязательств Вот она лжи На лжи Империя лжи За зеркалье Вот оно Ты вместо того, чтобы честно посмотреть Да Вот я имею, обладаю этим Для того, чтобы обладать этим Мне надо сделать такие-то действия Это четко привязано к материи Это через искренность Через себя Ты все делаешь для себя И через себя Ну да И для себя Потому что ты все делаешь Для себя Потому что ты осознаешь Что если ты вот сейчас Надулся, как мыльный пузырь И лопаешься То ты разносишь себя Это твой инкарнационный цикл Это все Это твои похороны То есть Если брать экономическую модель То Та модель привлекает деньги Пустота втягивает деньги А здесь Она реальная, материальная Искренняя, рабочая И так далее Но если Вот сейчас мы приходим К голодному кризису То именно она покажет Хуй с ху То есть вот сейчас Конкретно Наше подсознание Вынуждено создавать Казалось бы Страшную глобальную проблему Для того, чтобы показать Кто Хуй с ху Кто Чего Показать Чего ты лишился И чего ты лишился Он сам себя лишил И вот это развитие То, которое сейчас идет Просто видишь Очевидно К чему идет Потому что Вот этом вот Глобальной лжи Когда-то приходит Конечно Конец Когда человек говорит Да, да, да Точно так же Ложь Это мы глобальный масштаб взяли Ложь на уровне Семей Если Мужчина и женщина Искренни Если у них Искренние отношения У них уходят Проблемы У них уходят болезни Если люди Искренне Сами с собой То есть количество Поликлиник Больниц сокращается Сразу Если люди Искренне Сами с собой Просто сами с собой Мало того, что Это другое здоровье Это другая реализация Это кайф от жизни Это не баран Это действительно Осознанный человек Который наполнен И занимается Своим делом Он воспитывает Здоровых детей Это здоровое Потомство Здоровый иммунитет Крепкий Это все это И тогда тебе Не надо будет Добавлять Какую-то химию Присадки Приправки Для того, чтобы Человек тупел Чтобы у него Зубы разваливались И так далее Ты кому гадишь Завлекалочки Ложь Тебе не надо Создавать автомобиль Который отъездит Два года И ты будешь В сервисе Платить стоимость Этого автомобиля Второй раз Вот это обман Или те же дороги Как я сегодня Тоже ехала Делают дороги Засыпают Чем они там Заливают этим Битумом И ты едешь И ляп-ляп По машине И я еду Я думаю Господи И все едут И это ж так больно Когда, да И сколько внутри Появляется вот этого А эти леп Ну ты ж тоже будешь Тот, который делает Ты ж тоже будешь делать О, ездить По этой дороге Или тот, кто дает Указания Это делать Ты ж тоже будешь Ну что ж Это ж все От неразвитости сознания Что ж вы Сами себе Гадите Да? Гадите Зачем И все из лени Быстро Это быстро Быстро Это быстро И машины раскатают Это просто вот Невероятно У машины Спорченная резина Да Испорченная аккумуляторная батарея Испорченная все А сколько эмоций выбрасывается Ты ж смотри Вот это ж Это ж есть питание И в чью Разрушающую В чью адрес Вбрасывается Ты это делаешь И тебя же люди боливают Да И ты потом болеешь Вот почему неразвитое сознание Оно и болеет Оно и болеет Потому что Ты и болеешь Потому что ты создаешь Такой мир болезни И ты в нем живешь И ты болеешь А кстати Вот последние наши наработки Когда мы открыли Продолжительность жизни Как связано с развитием сознания Да Чем Напрямую Напрямую Чем более развито сознание Чем дольше человек живет Напрямую Абсолютно напрямую Только от этого зависит Сколько ты будешь жить Потому что если твое сознание Не развито Если тебе дать много жить То есть если ты Ты не можешь Во-первых сам себе Потому что чистота Она не может позволить Искренность Ты не можешь себе дать Больше жить Потому что ты разрушишь И поэтому Жизнь укорачивается Укорачивается Для того чтобы Ну сейчас ты может включишь Опять Эх Опять Да Напрямую Долголетие Напрямую С развитием сознания Если посмотреть там Когда еще писали Женщины бальзаковского возраста Там и так далее Описывались Тогда продолжительность жизни Была гораздо меньше Чем сейчас Сознание было менее развито И можно посмотреть на то общество Кстати Мне опять Когда я смотрю на развитие Особенно европейского общества Вот 200-300 лет назад У меня все время идет диссонанс Каким образом Могли создаваться Великолепные архитектурные сооружения В недоразвитых головах Они А не в них Просто Вот этот конфликт Который идет Это нереально То есть Ты понимаешь Что Вот еще эти Мужики недавно Ходили с павлинями хвостами И пудрили парики И носики И с интеллектом Было совсем не очень С порядочностью И там Вообще С развитием сознания Было совсем плохо Достаточно воинствующие Еще это Были такие Павлини хвосты И чтобы они Проявления такие имели Вот Оно не стыкуется Понимаешь Нет Это вот Не стыкуется И тогда Знаешь Когда вот эта нестыковка То надо тоже Как-то объяснить Как же такие здания красивые А здесь Мозгов Не было Мозгов не было И тогда Начинают создаваться Были большие люди Большие Большие Это те люди Которые в искренности И в интересе Это чистые люди И они действительно Жили долго И неважно Какого они размера Были Просто Это 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 развитое Было сознание Но оно Почему-то Почему-то Пришло К разрушению Внезапно Здесь тоже вопрос В какой-то момент Смотри Человек развивается 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 Горит И если Вот это вот Горение Интересом Если вдруг Он добился Чего-то Да Ну и мне хватит И начинает Я могу использовать То, что уже нажил Что уже есть Вот поднастроили Да, красоты И уже мы сейчас Кайфанем И кайфуют То есть дети Уже начали кайфовать На этом Внуки Правнуки На этом То есть И в итоге Засыпают Засыпают И перестают Развиваться То есть Перестают нести Вот это Ремесло Сказать Или навыки И развивать Их дальше То есть Разрасти Развивать Все И происходит Обрыв А я еще могу Пример привести Со школами Вот опять-таки Это тема Да Со школами Или даже С психологией Или даже С наукой Ну возьмем школу Есть программа И за программу Ни-ни То есть Учителя Приходят на работу Им не интересна Эта работа Единицы Которым Которым нравится Но если этому человеку Нравится Кстати Учителю То тогда У него не будет Границ Он будет Это Он будет Тот же абзац В истории Допустим Он его покажет Так красиво Он его сделает На два урока Этот абзац И дети Разину в рот Будут слушать А в основном Приходят Отмолотить То есть В рамках И этот учитель Будет обязательно Держать ученика В рамках То есть Ребенка Не выходи За пределы Повторяй Такие же слова И ты не имеешь Права Думать По-другому Чем Чем думал Этот Автор Этого стихотворения Там допустим Или рассказа То есть Ограничение И не мешай мне спать И не лезь за пределы Я посплю А ты Вот сидишь В этой клеточке И сиди И не мешай мне спать Вот оно Понимаешь А получается И вот это Не мешай спать Ребенок Он остается в этом Он не развивается То есть У него границы Он потом Когда вырастает У него эти границы Тоже стоят И он тоже своим детям Ну это образно И все Остановка развития Вот она Опять-таки Остановка развития Ну видишь Опять-таки Те же самые границы Вся психология Построена на Выстраивании Своих собственных границ Как это Он нарушает Твои границы Она нарушает Твои границы Если ты Расширяешься И мы вводили людей Вот в эти состояния Искренней любви И когда ты В искренней любви У тебя нет границ И тогда Ты есть все И тогда любой человек Который находится В твоих Правильно Вот тебе границы Которые Безграничности В твои То же самое Это ограничение Полное ограничение И ты не имеешь права То есть уже напряжение Все Да Как только есть граница Есть напряжение Да Как только ты безграничен И тебе хватает любви На всех А ее хватает На всех Потому что Ты сам создал Да Это ты сам Это все ты Это все твои отражения И когда ты это осознаешь Вот эта безграничность Она дает Невомерное развитие Сознания Возможности Возможности Психически Она дает возможности Она дает рост Она дает рост Да Она дает приход Осознания И она дает Осознание материи Она дает озарение Научное открытие Она дает материализацию Материализацию Силу материализации Конкретно силу материализации Человек Да Именно возвращает Свою силу Создателя Хоть она у него Всегда есть Мы все создаем Сами Но мы отказались От нее И поэтому Мы в спящем Состоянии Пукаем Извините Скажу такое слово То есть Это вот Тухнем А В спящем Когда Мы Начнем Возвращаться К себе Искренним Открытым Когда Мы Действительно Вернемся К благодарности Себе Своим Родителям Своему Отражению Своему Не я Да Общество То общество Которое мы говорим Это не я На самом деле Это я Это мое Зеркальное Отражение И когда И когда мы Приходим Вот к этим Состоянием Искренней Любви И благодарности То общество Становится Другим Из него Просто Уходит Ложь Автоматически Автоматически Уходит Лень И приходит И приходит Искренне Счастье Творить 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 Развиваться И создавать И создавать Действительно Из любви И это Совсем Другое Общество Это Другой Уровень Развития Сознания И ты знаешь Сумасшедшая Штука Но когда мы В каком году В 20-м Наверное Мы смотрели Будущее Там Ну такое Далекое Будущее Ну относительно Сегодняшнего дня Далекое Плюс где-то 50 лет Мы там Видели Что общество Разделится На другие Социальные Слои И У этих Слоев Будет Разная Продолжительность Жизни И ты знаешь Вот тогда Мы не понимали О чем это А сейчас Это очевидно То есть Чем шире сознание Чем более Развит Человек Тем дольше Он живет И там Было В обществе Три Основных Класса С разной Продолжительностью Жизни Но это Плюс Плюс 50 лет И общество К этому придет Хотя ты знаешь Когда я говорю Плюс 50 лет Я понимаю Как оно сейчас Сдвигается Все вообще Сдвигается Очень сильно Это вот оно Захлопывается Захлопывается Это когда знаешь Такой объем Раз захлопнулось Раз захлопнулось Раз И так Вот так оно Вот так оно Ты знаешь Я вообще Иногда Офигеваю От того Как материализуются Наши мысли То есть Когда мы писали Какой-то мы недавно Подкаст писали Где мы мечтали И мы Вот когда мы мечтали Мы ляпнули Что блин Но Украина Обгонит Беларусь Да И пойдет первой Офшор первая создаст И с коноплей Будет первая Там разбираться Сельское хозяйство Там и так далее Вот этот вот момент Мы говорили Возможно Подхватит Возможно Подхватит И будет первой И потом Типа Нет Беларусь И ты знаешь Я когда сейчас Увидела новость Я понимаю Украина конкретно А мы тогда и сказали Но на Украине Например по офшору Обожгутся И все равно Офшор будет в Беларуси Вот И теперь смотрю Уже Украина Уже просто Вот она уже есть Да А прошло сколько Два месяца прошло Да наверное месяц Или месяц Может даже Да А уже эта информация Она уже все Она уже в проявленном мире То есть А тогда это было Просто сказано На подкасте И скинуто Мы все равно с тобой знаем Что такое Беларусь Правильно? Знаем Мы знаем это Земля богов не может Не быть землей богов Она даже называется Белая Русь Белая Белая Да Конкретно белая земля Отсюда старт Отсюда старт искренности Чистоты Открытости Только отсюда Отсюда Здесь налоги Заменят на благодарность Со временем Это так есть просто Это так есть Это так есть Так задумано В этой игре Да Создающими эту игру Да Потому что чистота Искренность Появилась здесь Она уже появилась Она проявилась Проявилась Да Это как снежинки Которые красиво падают Когда ясный Солнечный день Зимний И падают красивые снежинки Ты смотришь Они падают красивые Все разные И они такие красивые Гармоничные И ты можешь различить их Да А когда они выпадают Это белый Чистый лист бумаги Красивый И вот оно Подсказка Всегда Из гармонии Материя Создается Красивая Чистая материя Белый лист Вот Создавай Новую жизнь Пиши Пиши Новую жизнь Жизнь Где Будет Свободная Экономическая Территория Где будет Офшор Пока назовем так Потом это нормально Это просто Земля богов Для нее это будет Нормальное состояние Потому что здесь должны быть Саккумулированы деньги Для Проведения операций Между Европой И Азией Между США И Китаем Между Между Это земля Где идет Мена Обмен Это та территория Где естественным образом Должна быть Очень высоко Развита банковская система Все операции Должны проводиться Здесь И деньги должны Храниться здесь А не в какой-то Швейцарии Вот эта территория Соответственно Чтобы эта территория Такой стала Надо развить Айтишную часть И развить Экономическую часть Заметь У нас это все развито Мы даже можем сравнить С другими странами Где мы были Это все развито Но теряется Оно сейчас теряется Но Это можно очень быстро Саккумулировать И это можно Очень быстро поднять Осознав свою ошибку Осознав свою ошибку Да И это сделать здесь В очень короткие сроки И как только это пойдет Пойдет по другому Развитие сельского хозяйства По другому Развитие производства По другому Европа Выстроится Европа больна. Не надо тянуть заразу сюда. Надо помочь вылечиться. Помочь – это значит в себе разобраться, стать чистым. И она тогда Европа не сможет не излечиться и не стать чистой. Да. А болезнь там? И, кстати, болезнь там беженцы, которые в Европу попали. Вот уже благодарность. И те видео, которые они снимают и показывают те моменты болезни Европы. И ты смотришь и понимаешь, это люди ведь снимают не потому, что они там хотят нагадить где-то. Нет, сами беженцы показывают. Для них это шок. Для них шок. Опять-таки шок. И благодаря шоку проявляется болезнь. Зараза проявляется. И причем проявляются слабые места в организме. То есть благодаря метастазам проявляются слабые места в организме. Метастазы там, где слабое место. Да. Где слабость, да. Мы так сидим, разговариваем про метастазы, про все эти вещи открыто. Но это так и есть. Так, а вот оно. Смотри, когда ты называешь слово, а в нем не заложено оскорбление, желание там унизить, обидеть или восхвалить. Нет. Ты просто произносишь слово, то, о чем я говорила. Слово, в котором заложена огромная сила знаний. И ты просто, оно, ты знаешь, что ты произносишь. Ты не имеешь в виду, что ты какой-то там мусор этот. Нет. Ты произносишь чистый вид, который сразу доходит до разума. И у людей это резонирует. Вот под нашими видео, вот последнее видео, так даже попыток нет там писать что-то такое, ерунду какую-то. Есть всплески под вопросами, но опять-таки это вот, знаешь, такая попытка. Нет, не приму, не приму я этого. Не приму, не приму, не приму. И так. И все, плюх принял. По-любому принял. Почему? По-любому. Потому что у тебя разум включается и говорит, придурок, я тебя еле допер до этого видео, чтобы ты его увидел. Так ты, может быть, здесь мозг включишь и задумаешься. Осознай то, что ты, да, это как... Мне тебя как ходилку стрелял, еще до этого видео допихать надо было. Да, да, да. Чтобы ты его увидел, заметил и осознал. Это, да, вот эти моменты включения разума у человека, это, конечно, невероятное. Но разум включается только в искренности. По-другому разум не включается. Когда человек искренне валит по интересу, он открыт, он идет к тому, что ему интересно. Ему нравится, что он создает. Он любит свое создание. Он не будет стоять на месте. Он любит свое дитя. Свое дитя, свое создание. Да, он его будет просто вот... Свое создание, свой интерес, он будет в нем валить. Вот это здоровые люди. И тогда смотри, что я говорила. Здоровые родители. У здоровых родителей здоровые дети. Да. Потому что там есть разум в воспитании, там есть разум во взаимоотношениях. Там есть разум, там есть интерес. Я всегда об этом тоже говорю. Всегда. Только так. Точно так же. Когда человек идет по интересу, и общество идет по интересу, общество идет в любви и в открытости, то это будет здоровое общество. Оно будет физически здоровое общество. Тогда никакие эти обезьяньи, болезни не страшны. И тогда не страшны никакие там ковиды и так далее. Разум тогда включается и говорит, ребята, что вы делаете? Кстати, насчет ковида недавно увидела ролик о ковид-ковид косит Северную Корею. И вдруг так, помнишь, мы как раз с тобой сидели? А косит ли ковид? То есть такой вопрос сразу, информация идет, что это ковид. А ковид ли косит? Что-то он вызывает очень пустой желудок. Это на самом деле Северную Корею можно сравнить сейчас, если по угрозу организма. Это как орган, который перестал функционировать. Почки на диализе. Отказали, да. Отказали почки. Кстати, Северная и Южная Корея. Точно. Почки отказали. И одна пытается вытянуть за две. Мною еще нужен диализ. Да. И я за то, чтобы инфодайвинг в Беларуси был запатентован. Это изобретение белорусов. Это открытие белорусов. Это гордость белорусов. Это открытие этой земли. Это не просто так. Это чистота этой земли. Это чистота этой земли. И через нее, через обучение в школах, через обучение с детского сада детей, через воспитание в инфодайвинге, в возвращении. Инфодайвинг – это возвращение к себе. Возвращение внутрь себя за информацией. У меня аж мурашки. После инфодайвинга человек, который прошел какой-то, пусть будет даже какой-то частично путь в инфодайвинге, а если целый, то вообще просто подарок этот человек. И после инфодайвинга человек, получив образование, это в априори другое образование. Это человек безграничный, и он дает вот эти безграничности. Да. И это про… Расширение сознания. Расширение сознания. И с этим человеком на самом деле приятно иметь какие-то дела, приятно вести бизнес, приятно, да все приятно, потому что с этим человеком нет проблем. Человеку говоришь, прямо открыто то, что надо, и сразу договариваешься. Я могу это, а ты можешь это. И все, нету обмана, нету женщины, нету спокойствия. как с самим собой. Ты знаешь, что этот человек тебя услышал, и он сделает. И тебе не надо, чтобы ему что-то сказать, а не надо извернуться как-то, чтобы или не обидеться, сманипулировать и так далее. Ты просто как с самим собой, ты общаешься, как вот тебе надо чашку кофе выпить захотел, встал и пошел выпил. Это вот так. Да, да, да. Это все через искренность и открытость. Можешь, делаешь, не можешь, значит, рассматриваешь условия, при которых ты сможешь что-то сделать. Да, да. Все, и тогда идет открытое движение. И оно воспринимается без эмоциональных игр, без хаотичных движений, без лишних грязных выворотов. Да. Из воротов. И грязь убирается полностью. И тогда экономика переделается, будет в основе, уйдут юрлица. Блин, я когда это понимаю, насколько как все меняется, когда человек приходит к этому осознанно, а общество к этому придет. Хочется, чтобы не через 50 лет оно пришло. Хочется, чтобы все это быстрее произошло, и именно отсюда всплеск пошел. Потому что уходят юрлица, остается индивидуальная ответственность. Вот ты лицо, ты отвечаешь. Назови себя купцом, назови себя предпринимателем, назови себя кем угодно. Но ты отвечаешь. Оно раньше так и было. Ты отвечаешь, и тебе не надо придумывать ООО, тебе не надо ОДО там и так далее. Ты отвечаешь сам за свой интерес, за свое создание, за свою жизнь. Вот. Это каждый из нас, это вот эта снежинка, красивая снежинка сама по себе. Мы все разные. А при этом мы создаем красоту, чистоту. Вот оно. Да. Либо создаем серую. Массу. Массу. И тогда религии надо назвать бизнесом. Без вариантов. Без вариантов. И это по-другому. Это ничто другое. И не надо ждать, пока будет ОНИСОНО ДОР СБИН. Это ничто другое. Просто надо в свое время сделать то, что надо. Да. А, кстати, смотри, какая, опять-таки, с чего мы начинали предыдущий подкаст, да, какая подмена в социуме. Мы считаем, что если человек от религии, это априори чистый, он никогда не солжет, никогда не обманет. Смотри, как религия этим пользуется. Я вот не так давно здесь в чате написали, там, с монастыря какого-то привезут там товары, там, мед, там, вещи какие-то. То, что они там производят сами. А я вспомнила, пару лет назад, я заехала как раз, была возле монастыря, заехала, думаю, мед там у них должны продавать. И я купила мед. Я купила мед, и через два дня я случайно оказалась на ярмарке, на обычной. Я купила мед в три раза дороже, чем он стоил на ярмарке. В три раза. То есть это не в один, не в два. Это о чистоте и честности. А люди просто считают, что они не могут обмануть. А теперь смотри, как с этим. А это величайший обман. А это величайший обман. Смотри, как у нас сухарева. Вот еще недавно эта церковь продолжала плавать. Ведь, скорее всего, церковные работники пришли в исполком, да? А там, ну как это же, это же ребята, как им можно отказать? Они же духовные. И та земля, которая должна была быть бассейном, и там должны были плавать дети. Сейчас там плавает церковь в низине, возле болота. Еще, наверное, вода до сих пор не спала. То есть, ну, наверное, там ей место, на самом деле. Я тоже это хотела сказать. Но там могли плавать дети. Но там могли плавать кувшинки красивые. А на самом деле земля городская очень дорого стоит. Ложь. 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 Понимаешь? Величайший обман. Величайший. И мы ждем, что да, оттуда свет. А знаешь, почему мы ждем? Потому что мы Богу ответственность вынесли. Конечно. И мы думаем, вот этот человек сейчас, вот, вот, вот он, он заменит мне Бога. Ни хрена. Ты сейчас на него вынес ответственность. Лжешь, обманываешь. И в итоге дети плавают не в бассейне, а прихожане плавают с лягушками. Во лжи. Во лжи. Прихожане плавают во лжи. Вот оно, вот откуда свет начинается. Свет начинается внутри самого человека. Когда он включает разум и говорит, нет, здесь должны плавать дети, здесь должны. Если ты в своей жизни видишь грязь, это грязь в тебе. И никак по-другому не может. Никак. Ты видишь то, что находится в тебе. И убирай. И поэтому, и тогда возникает благодарность внешнему, потому что благодаря каждому человеку или каждому событию в жизни, то, что в тебе отозвалось эмоционально, это говорит о том, что ты благодаря этому можешь сам себя почистить. Потому что ты видишь сам себя. Ты благодаря этому чувствуешь себя. Благодаря вот этому зацепам эмоциональным. Вот тебе, пожалуйста. И тогда ты делаешь все, чтобы это очистить, убрать и сделать ярким, чистым, красивым. И научиться создавать красоту. Научиться, а не быть в рамках, в ограничении. А учиться, научиться. И принять. Ну ладно, уже так случилось уже. Нет, нифига. Все ошибки надо исправлять. Ну ладно, но так случилось. Это приводит к тому, что складывает лапки и деградирует сознание. И через какой-то момент обрушение. И инкарнационный цикл, да. И заново циклическая ошибка. И снова проживается одно и то же. А надо научиться исправлять ошибки для того, чтобы дальше с собой их не таскать. И инфодайинг, он просто помогает человеку осознать, где он их совершает. Принять самого себя. И находит ресурс для того, чтобы взять их и исправить. Все просто. Да. И эта игра тогда доставляет удовольствие. Ты от нее ловишь кайф. Кайф. Ловишь кайф. Да. Мы в раю. Она необычайно красивая. Жизнь необыкновенно красива. И мы в раю. Мы в красоте. Мы в гармонии. Мы в счастье. И только лишь мы сами это все разрушаем, замазываем, отказываемся. Нет. Это квадрат Малевича черный. Нет. Все. Закрасили красоту всю. И любуемся квадратом. А тьма что говорит? Зови как хочешь. Квадрат? Квадрат. Я буду квадратом. Квадрат. Треугольник. Я буду треугольником. Да. И я проявлю только из любви. Без любви нет проявления. Импульс на действие всегда дается из любви. Да. Других вариантов нет. Блин, как я люблю психику в ее красоте. Да. Как я люблю путешествие туда. И как только вот ты выходишь в эти состояния, ты совсем по-другому смотришь на мир, на людей и понимаешь, Боже, какое это счастье, что мы здесь проявлены, что мы здесь играем, что мы здесь. Какая благодарность делу этому физическому. Себе. Себе. Окружению. Всему. Да. Вот всему. Абсолютно всему. Потому что это счастье. Вот искренняя, чистая благодарность этой красоте. Даже этим ошибкам, которые мы произносим с тобой. Они дают интерес жить. Так смотри, мы произносим эти ошибки, но это тоже в благодарность, потому что произнося их, благодаря их проявлению, мы можем менять их, исправлять, осознавать и учиться на этом. В этом весь кайф. Да. Интересно. Ты же будешь совершать действия, чтобы исправить свою ошибку. И видеть свое развитие. Свой рост. Это кайф. Это реально кайф. Это еще просто такой кайф, который... Ну, и мне кажется, что по нашим глазам даже это видно. Наши глаза, они вот когда мы с тобой находимся в потоке интересов, в этом конкретно вот валим, да, наши глаза горят. Они горят настолько силой, такой силой. И я просто знаю эту силу. Я знаю эту силу. Иногда надо ее так... Я уже ловлю себя иногда на вот этих моментах и понимаю... Наташа, Ирина, давайте... Учитесь владеть этой силой. Учитесь владеть этой силой, да. Иначе... Иначе слон в посудной лавке на самом деле... Он с очень благими намерениями. А именно женщина, слон в посудной лавке может быть, потому что в ней, как я и говорила, в ней сила. Природная сила. Природная сила. Сила жизни, сила бесконечности. И именно женщина может быть слоном в посудной лавке, а может быть красивой... Не знаю, как сказать. Красотой. Чистой красотой. Да. 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 В olarak